Субтитры создавал DimaTorzok Здесь есть несколько таких историй, которые проходят через все залы этой экспозиции Итак, опять же, выставка начинается не случайно с этой имитационной крыши Потому что на самом деле, когда началась война 22 июня, то ровно через месяц, 22 июля, начались постоянные бомбежки Москвы И бомбежки Москвы привели к тому, что огромное количество именно молодых людей, начиная с 16 лет, были записаны в трудармию И они должны были на крыше ловить зажигалки И этим занимались, кстати, и взрослые писатели в Лаврушинском, и Пастернак, и Шкловский, и все Потому что, понятное дело, что зажигалки – это горящие керосиновые тряпки, которые могли поджечь дома Это даже не бомбы, но рядом с ними могли падать и бомбы Так вот, Цветаева уже была абсолютно разбита и уничтожена всей ситуацией возвращения Они вернулись с Муром, я напомню, с ее сыном в 1939 году И уже буквально через месяц был сначала арестован ее дочь Ариадна, а потом был арестован ее муж Сергей Яковлевич Ефрон И дальше до 1941 года были ее ужасные метания по Москве, попытка заработка И постоянное стояние в очередях на Лубянке для того, чтобы передать передачи близким Собственно, вот из этого состояла ее жизнь Когда начинается война, наступает уже полный тупик Потому что единственное, что ей кажется возможным спасать, это сына в этот момент Она говорила часто о том, что когда закончатся стихи, она тогда закончится и она Стихи заканчиваются еще до войны, где-то в весенние месяцы 1941 года И можно сказать, что она, начиная с войны, вообще перестает быть той Цветаевой, которую мы знаем Потому что она вся превращается в такую женщину, влекомую только одной идеей Спасти своего взрослого сына И здесь наступает вот этот главный, тяжелейший конфликт Потому что юноша уже как бы находится в таком возрасте Когда ему кажется, что он сам может определять свою судьбу Он смотрит на мать как на существо достаточно архаическое Первое время, когда они были на даче Они были у таких старых поэтов, как Меркурьева Окружают Цветаева люди того серебряного века, который Муру кажется, мальчику молодому, ему кажется, что гораздо лучше поэзии Асеева, Долматовского То, что он слышит от матери, ему кажется глубоко чудовищным Просто несовременным и ненужным И это абсолютно понятно, потому что Понятное дело, что он хочет как-то вписаться в этот социум Он не хочет быть изгоем Вот это начало этого конфликта, который приведет всех к этой будущей драме После того, как начинается хождение Мура трударами Где он собирает эти зажигалки на крыше Цветаева думает только о том, чтобы каким-то образом его освободить от этого И ничего иного она не придумывает, как бежать из Москвы Надо сказать, что это было самое неважное решение В этот момент, во-первых, не было еще придумана эвакуация Она происходила абсолютно хаотично Единственное, что отправляли детей, которые были в лагере Которые были в детских садах Их отправляли, часто даже, кстати, не ставив известность родителей Вглубь страны И поэтому очень часто происходили истории Когда родители потом просто не могли найти своих детей Вот это все оторвалось, коммуникации все При этом, значит, Цветаева ходит в союз писателей И добивается, чтобы ее взяли на пароход Этот пароход был организован писательскими женами Для того, чтобы поехать в Чистополь Они надеялись, потому что в Чистополе уже был писательский интернат Детский интернат И она, собственно, надеялась на это 8 августа 1941 года они садятся на этот пароход Пароход, надо сказать, это тоже удивительная история Даже то, как ее провожали Это было на речном вокзале И приехал ее провожать Пастернак Рядом с ним был такой поэт Виктор Боков Он тоже записал об этих проводах Но суть в том, что Цветаева, которая находилась Вот в таком абсолютно тяжелом в тот момент состоянии Она, надо сказать, она абсолютно не была вписана В этот советский быт и в советскую жизнь Потому что она вообще плохо понимала Куда она едет, зачем она едет То есть ее вот несла вот эта стихия И когда ее спросил тот же Пастернак на причале А взяла ли она с собой какую-то еду в дорогу Она сказала, зачем, там же есть буфет И это было настолько нелепо Потому что все прекрасно понимали Буфет, наверное, не будет работать Вообще ее жизнь как бы меняется уже абсолютно Потому что ни знакомых, ни друзей Никто ей не поможет Поэтому просто обошли на пристани людей Кто-то ей дал мешочек риса Кто-то мешочек с гречкой И вот с этими мешочками ее помнят Стоящую на этом причале Все, кто ее, в общем, помнили Потому что видели уже в последний раз Там был Иренбург, во всяком случае Лидия Борисовна Лебединская Рассказывала мне, что она видела там Иренбурга Что она сама ее как бы видела Что она тоже была на этой пристани И Цветаева садится и проход идет 10 дней Приходят к Елабуге 10 дней По пути они сталкиваются с тем уже Что в каких-то местах уже происходят и бомбежки Это, в общем, тоже достаточно было тяжелое Вот это плавание На проходе она встречает некоторых женщин Которые тоже вспоминали об этом путешествии Вспоминали очень горестную эту женщину В берете в синем, с седыми волосами Которая смотрела все время на воду И говорила о том, что, по всей видимости Она никогда уже не вернется назад В общем, она была настроена очень тяжело И мучительно думала о том, что ей делать Как ей жить без работы Которая только могла обеспечить человека карточками И она прекрасно понимала, что ее стихи Никому в этот момент тем более не нужны Дальше происходит что? Происходит то, что они доплывают до Чистополя И в Чистополе там были У нее действительно были соседки Она познакомилась там с такой Татьяной Сикорской С поэтессой Саконской В общем, это особенно Саконская имела Какие-то такие у них были общие знакомые Поэтому какое-то сближение произошло Но в Чистополе было объявлено Что на борту, с борта парохода Могут сойти только члены Союза писателей Когда и потом женщины, вошедшие на пароход И поплывшие дальше в Елабуге Стали спрашивать, почему она не сошла Она сказала, ну я же член Литфонда Я не член Союза писателей Она сказала, да посмотрите Сколько женщин просто сказали, что они жены Ну они просто сказали неправду и все Она сказала, разве можно это так делать? То есть так она и двигалась по жизни И именно поэтому она на каждом пути Встречала вот эти вот тяжелые все ситуации Там она встретила женщину, которая работала в детском саду Жену критика Лейтеса, Флору Лейтес И которая ей сказала, что она ей пришлет телеграмму Что она будет о ней хлопотать в Чистополе Чтобы им дали там жилье и возможность как бы существовать Почему? Потому что Мур, который постоянно, еще раз я уже говорила Существовал как бы в конфликтной ситуации с матерью Он все время говорил о том, что он хочет учиться Он хотел учиться, конечно, в писательском интернате Там в этот момент уже был Тимур Гайдар и Стасик Нейгаус Там были, в общем, очень приличные дети разных писателей С которыми он, конечно, хотел дружить и общаться Это была его среда И ни в какую Елабугу, которую их везли А это еще было 6 часов, значит, от Чистополя Он, конечно, не желал ехать Но Цветаева ехала туда, куда как бы ей было положено Те, кто, значит, не члены Союза писателей, их везли дальше И когда Цветаева прибыла в Елабугу Она просуществовала в Елабуге сначала с 18 по 24 августа И в чем, в общем, была ее, состояла там жизнь Во-первых, их всех поселили в библиотечный техникум Вообще, сразу надо сказать, что Елабуга была когда-то Милым купеческим городком на берегу Камы Разумеется, власть большевиков превратила это, в общем, в абсолютно мертвый город Он был еще хуже, чем в Чистополе Потому что в Чистополе был все-таки часовой завод То есть если где-то было хоть какое-то производство Значит, там была возможность какой-то такой более живой жизни Прямо скажем А Елабуга в тот момент это был такой дикий поселок И очень бедный Единственные вот эти остатки вот этих домов Это все купеческие бывшие всякие собрания Вот там их поселили И там поселили, конечно, в общую комнату Они, ну, как бы такой свалкой там жили И проблема была только в одном Да, во-первых, они ждали, куда их расселят То есть вы приезжаете, а дальше какие-то хозяева Надо выделить угол в своем жилье Надо сказать, что радости это никого не вызывало Да, брать себе людей на постоль бесплатно А второй момент, это надо найти было хоть какую-то работу И драма стояла в том еще, что вот эти вот женщины, которые с ней ехали Они, в общем, достаточно быстро устроились И Саконская, которая стала учить нецепение Сикорская сказала, что она едет в Москву, потом вернется И ее великовозрастный 18-летний сын устроился заведующим клуба В общем, все были как-то устроены А у Цветаевой вдруг приходит приглашение в комнату Где была НКВДшная контора И об этом пишет Мур Так бы мы об этом не знали, ее сын, в дневниках Теперь мы понимаем, то есть все, что потом возникло И было накручено, что ее вербовали Ну, это все равно кажется ужасно неубедительно Почему? Потому что, во-первых, ну, зачем нужно вербовать Цветаеву Уж если говорить, даже если люди понимали, что она в НКВД Что она кому-то там представляет Скорее надо было вербовать людей, которые, так сказать, ну, рядом с Цветаевой Да, или там рядом с Пастернаком Ну, смешно вербовать Пастернака Вот зачем его вербовать? То есть, мне кажется, это первое Второе Дело в том, что нам известно, что уже в Елабуге был организован Первый лагерь для военнопленных немецких То есть, все-таки уже существовала какая-то Несмотря на то, что это было только начало войны Ну, каких-то немцев уже схватили И привезли именно в Елабугу И нужны были переводчики И, по всей видимости, Цветаевой было предложено переводить Так как она сразу в анкете указала, сколько языков она знает А немецкий у нее был просто как второй, родной То, конечно же, ее позвали просто переводчицей И, конечно же, это вызвало у нее чувство просто ужаса Потому что для нее всякое соединение Вот просто аббревиатура НКВД была ужасна настолько Что соседки, которые с ней плыли на проходе, говорили Что она больше всего даже боялась показывать свой паспорт Думая, что там водяными знаками уже записано Кто ее муж, кто ее дочь и так далее То есть она панически боялась Что вот этого страшного разоблачения и ареста И она понимала, что надо держаться подальше от этого места Поэтому она ответила абсолютным отказом Несмотря на отсутствие работы, по всей видимости Потому что Мур говорит, что она сходила И стала искать любые возможности другого существования А дальше возникали, значит, работа в колхозе Обработка того-сего В общем, это все заняло у них буквально 5-6 дней Вот эти устройства Тут их уже поселили на улице Ворошилова, дом 10 В доме Бродильщиковых таких Там им отделили просто занавеской Две кровати и, значит, там и стул со столом Где они и поселились Надо сказать, что потом Бродильщиковы очень много Их потом в 60-е годы допрашивали, расспрашивали Что они говорили, что происходило И они очень много, по всей видимости, еще и сочиняли Они знали только, что происходил бесконечно какой-то конфликт и скандал Но дело в том, что Мур и Цветаева, когда они разговаривали И понимая, что их слышат, они переходили на французский язык Чаще всего Поэтому содержание их речей Все равно Бродильщиковым было вряд ли известно Но известно другое Что, значит, 24-го числа Цветаева собираются и едет в Чистополь Дальше происходят там 4 дня ее жизни Очень необычной жизни Потому что она все ждет Эту телеграмму, день, второй, третий Флора ей так и не пишет Приезжает она и сразу попадает Вот в это, на это заседание Чистопольское, где ее и встречает Лидия Корневна Чуковская Заседание местного союза писателей О возможности жить в Чистополь Должен был решаться вопрос Тут Цветаевой абсолютно везет Потому что все, кроме Тренева Голосуют за Там Осеев не приходит по болезни Какую-то записку присылает, мы не знаем Но все, в принципе, абсолютно голосуют за И у Цветаевой уже есть возможность там жить По пути, кроме того, она пишет вот эту записку Которая уже стала широко известна О том, что, в общем, она готова работать посудомойкой В местной столовой И эта записка тоже оказывается потом в руках Лидии Корневной Чуковской И, ну, фокус состоит в том, что никакой столовой нету Она будет только как бы через два месяца И, как пишут, опять же, местные женщины Вспоминая разные жены писателей Они говорят о том, что хоть и Цветаева как бы относилась к этому как к какому-то смирению И вот она будет посудомойкой То надо помнить, что когда наконец столовая открылась, то все были счастливы просто открывать двери Или просто там стоять, потому что это была возможность иметь хоть какую-то еду, суп и так далее То есть вообще работать при столовой, это значит быть хоть немножко накормленным Все равно вот это хождение ее четыре дня и очень много по этому поводу воспоминаний Она обошла много разных домов Она где-то читала стихи, где-то, ну, в общем, она была в очень угнетенном состоянии И, казалось бы, несмотря на то, что ей все были готовы как-то помогать там Решиться почему-то она не могла И до конца мы все равно никогда, наверное, не узнаем, что с ней произошло Потому что, когда она садится на проход и приезжает уже назад в Елабугу То она, несмотря на то, что она говорит, что да, мы поедем в Чистополь Буквально через несколько часов, пообщавшись с Аконской, с вот этой дамой-поэтессой, которая уже устроилась учительницей пения Она говорит о том, что как же мы можем отсюда уезжать, потому что здесь какая-то налаженная жизнь Вот у нас есть угол и так далее И вот тогда Мур пишет в своих дневниках вот эти страшные слова, что мать как вертушка, совершенно не знает оставаться Она находится в состоянии безволия полного То есть тот человек, который ей говорит слово, тот и оказывается, на то она как бы и решается На самом деле она не решается ни на что, она вообще просто вот как бы опустошена И что является последней каплей, на мой взгляд, да, потому что мы уже подходим к этой дате трагической Последней каплей было то, что Мур уже, как бы сказать, настаивал на том, что он хочет идти в школу Что это первое сентября, что если она не примет решение, то все То есть там были какие-то очень жесткие разговоры И для нее возникла такая странная, ну такой самообман, который на самом деле Как мне говорили психиатры многие Это и есть как бы толчок к самоубийству Она вдруг говорит себе о том, что Она это повторяет, кстати, и в Чистополе женщинам Она думает о том, что без нее этот мальчик будет жить гораздо счастливее То есть он будет пристроен, потому что все-таки это советская власть Ну, как бы к ней не относись, но она детей устраивает, она о них заботится Она стоит у него на пути всем этим прошлым ужасным И своим отцом, и сестрой, вот этими арестами И вот тем, что над ней все время тяготеет этот арест Ей в этот момент кажется, что единственное, чем она может помочь своему ребенку Это избавить его от себя И, собственно, она это и транслирует в этих записках Она их пишет не одну, не две, не три, а там очень много Она пишет и для дочери с мужем Она пишет и для Мура, и для Асеева, которого она, видимо, видела в Чистополе И о чем-то с ним пыталась договориться Потому что в ее голове, почему, кстати, возникает фигура Асеева Ну, понятно, что это человек и близкий к Пастернаку для нее, и к Маяковскому, которых она все-таки любила Но самое главное, что она продолжает еще верить в то, что вот это вот есть братство поэтов И это особая каста, и там все-таки все друг друга спасут и поддержат Что, оказывается, к несчастью, в общем, не так В общем, она принимает это ужасное решение в тот момент, когда он идет на субботник работать в поле И фактически дом остается пустой И вот она вешается в этой комнате, в этом углу, фактически, Бродильчикова И дальше события разворачиваются абсолютно непонятно по сей день Потому что и сам мальчик, который приходит, видит это и убегает к своему приятелю Сикорскому И сами похороны, какие они были, что это было Да, потому что в дневниках написано, похоронили Марину Ивановну И больше ничего, ни описания, нигде, ничто, ничего нет Вадим Сикорский, который тоже там был, и с которым я успела еще поговорить Признавался в том уже, но он, видимо, не только мне Для него это был невыносимый разговор Ему было в тот момент лет 18 Он говорил о том, что когда уехали родители Он непрерывно пил и вообще, что он ничего не помнит Что он был в дыму, как он мне говорил Поэтому он вообще не может про это ничего сказать Поэтому в результате даже свидетели Даже те люди, которые могли присутствовать Они исчезли, они растворились Вот когда я смотрела даже тех писателей, которые там жили Саконская, Загорский, они все поумирали в 1951 году То есть тогда, когда приехала из тюрьмы И Анастасия, сестра Цветаевой, и Ариадна Они не обнаружили тех людей, которые там были Вот это ужасная абсолютно история И в этом смысле дальше судьба Амура Который действительно чувствует себя Тут надо сказать, это очень ужасно с одной стороны С другой стороны, ну это так устроена жизнь Он чувствует себя освобожденным Он хватает вещи и буквально через два дня Он уезжает в Чистополь И он уезжает туда с ощущением, ну как бы того Что вот теперь он начинает жить сам И тут-то его и начинают подстерегать все В общем уже ужасы То есть все теперь приходится ему принимать решение самому Он приходит к Асееву У Асеева Оксана Синякова, жена Которая абсолютно не хочет на себя брать Никакой ответственности, тем более как она будет его кормить И вообще она не желает видеть тут какого-то взрослого, молодого человека Они отправляют его в интернат, но за интернат надо платить Это ведь не просто так, не платят только те, у которых отцы воюют на фронте Поэтому через две недели, никто за Мура разумеется платить не будет Через две недели Асеев предлагает Муру уехать в Москву Что абсолютно дико по тем временам Потому что мальчик приезжает в Москву, когда вся Москва бежит 16 октября, под 16 где-то, 14 год Москва вся просто ждет прихода немцев И он мечется вместе со всеми по этому городу Описывает этот ужас, который там творится И дальше его судьба Он поедет в Ташкент, он будет ехать туда два месяца Очень тяжело Он проживет в Ташкентской эвакуации Потом он будет учиться два месяца в литературном институте Никто, к несчастью, не поможет ему как-то застрять в Москве Хотя на дворе уже 44-й год Потом он попадет в страйбат, в самые жесткие войска Потому что у него такой вот фактор родителей Поэтому это такие полууголовники, которые будут его окружать Очень-очень страшно Он попадет в среду Оттуда он сразу попадает на фронт На фронте он пробудет буквально две-три недели Смертельное ранение и смерть Это при том, что он в своих дневниках признается И в том, что он мечтает стать писателем И в том, что он не хочет идти на фронт Потому что он понимает, что это его погубит И то, что он, в общем, не военный И самое удивительное, что он пишет в своих письмах Что теперь-то он понимает свою мать Теперь он понимает, как она страдала Теперь, когда он остался один Он все время разговаривает с ней Он все время ее чувствует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok